Дамы и господа, начинается церемония подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдарович Алиев подписывают декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Продолжение следует... Церемония подписания завершена. Переходим к заявлениям для СМИ. Уважаемый Ильхам Гейдарович, дамы и господа, только что подписанная нами с президентом Азербайджанской Республики декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров. И весьма символично, что декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. И мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемирное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учёта интереса друг друга. Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двухсторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Отмечу, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг почти 3,5 – 3,4 миллиарда долларов, а общий объём встречных капиталовложений составляет порядка 6 миллиардов долларов. В скором времени очередное заседание проведёт Российско-Азербайджанская межправительственная комиссия. Также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей. Российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказывать содействие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии. Эффективное партнёрство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод группы «Газ» и «Азермаш» по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведётся техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр «КамАЗ» в Азербайджане. Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики. Наши страны по-партнёрски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений. Организованы поставки в республику вакцины «Спутник Ви». На традиционно высоком уровне находится и сотрудничество в гуманитарной сфере. На днях в Москве стартовали Дни Азербайджана, в рамках которых будут организованы выставки, концерты, литературные чтения и многие другие яркие культурные мероприятия. В свою очередь, в начале марта в Азербайджане пройдёт очередной форум молодёжи двух стран. Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в Республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке. В большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты. В ходе переговоров господин президент напомнил, что не 300 школ, а 340 школ. Мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны. Мы придаём этому важное значение. Упомяну, что в России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи за счёт средств федерального бюджета. Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объёме всех трёхсторонних договорённостей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне. Полагаем, важным, что сейчас жизнь в регионе постепенно налаживается, ходят в мирное русло. В свои дома вернулись уже более 50 тысяч беженцев. Решаются практические вопросы реконструкции хозяйственной инфраструктуры, защиты объектов истории, религии и культуры. С азербайджанской стороны была дана высокая оценка деятельности российского миротворческого контингента и в целом вклада России в стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Наши миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и обеспечивают поддержание режима прекращения огня. Проводят работы по разминированию, участвуют в гуманитарных акциях и оказывают помощь местному населению. Российские военные врачи осуществляют профилактические мероприятия против коронавируса, включая вакцинацию российскими препаратами. Условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических транспортных связей в регионе. Речь идёт о том, чтобы восстановить в полном объёме пассажирское и грузовое сообщения между Азербайджаном и Арменией и другими странами региона, подготовить к реализации конкретные совместные проекты в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. В этом заинтересованы все участники этого процесса, непосредственные его участники – Азербайджан и Армения, и, конечно, все соседи Армении и Азербайджана. Ещё одной приоритетной задачей ведётся запуск процесса демилитации и демаркации Азербайджана-армянской границы. Со своей стороны Россия многое делала и будет делать для достижения всех вышеупомянутых целей и задач. Конечно же, продолжим оказывать всяческое содействие у регулирования любых спорных вопросов, в том числе пограничных, помогать в решении имеющихся острых проблем. В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах. В развитии интеграционных процессов на всём евразийском пространстве. И в заключение хотел бы выразить признательность Ильхаму Гейдаровичу за продуктивную совместную работу сегодня. Убеждён, что достигнутые договорённости послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-азербайджанских отношений на благо двух стран. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы в первую очередь выразить благодарность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Я очень рад вновь побывать в Москве. Наши встречи носят регулярный характер. Менее чем три месяца назад мы также встречались и обсуждали важные вопросы двусторонней повестки, региональной проблематики. И интенсивность наших встреч – яркое свидетельство динамичного характера развития наших связей. Россия и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, которые сегодня, как Владимир Владимирович отметил, выходят на качественно новый уровень. Между нами существует очень широкая договорно-правовая база, 245 документов подписано, но декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, это и большая ответственность. И мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, на добрососедстве, на прагматизме, на учете взаимных интересов. Практическая работа над декларацией о союзническом взаимодействии началась чуть более года назад. И за это время соответствующими экспертными группами наших стран был согласован очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов и охватывающий практически все основные сферы нашей деятельности. Первый пункт декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга. Этот пункт говорит о характере наших отношений, говорит о том, что эти отношения проверены временем и основаны, как я уже сказал, на дружеских чувствах, на взаимных интересах и на устремлении в будущем. Потому что этот документ не только подводит итог многолетней совместной работы, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как и раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать взаимную торговлю, объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня. Сегодня с Владимиром Владимировичем мы вместе провели более пяти часов. И время прошло очень незаметно. Пять часов интенсивного общения. И это само по себе показатель того, насколько наши связи тесны и искренни. Мы уверены, что в торгово-экономической сфере открываются новые возможности. Владимир Владимирович отметил значительный рост товарооборота. Уверен, что в этом году эти позитивные тенденции будут наращены. Этот год, как вам известно, год 30-летия установления дипломатических отношений. В апреле мы будем отмечать эту дату. И к этому рубежу мы подходим с хорошим заделом. Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности сотрудничества и углубления сотрудничества в транспортной сфере. И не только в двустороннем, но и в многостороннем региональном формате. С учетом новой ситуации в регионе, новых геополитических реалий, существует уже платформа сотрудничества, так называемая «3 плюс 3», которая уверен, сделав первый шаг, стороны членов этой платформы, участники платформы будут и дальше сотрудничать, в том числе и в этой сфере. И вопрос открытия коммуникации в регионе сегодня также обсуждался и, я думаю, имеет очень хорошую перспективу. Я благодарен Владимиру Владимировичу за оценку нашей деятельности, совместной деятельности по гуманитарному сотрудничеству. Эта сфера всегда находится в центре внимания президента. Мы, можно сказать, даем соответствующий импульс развитию этой сферы. И те цифры, которые Владимир Владимирович привел по количеству школ с обучением на русском языке и количество студентов из Азербайджана, обучающихся в России, показательны. Они говорят сами за себя. Хотел бы к этому добавить, что в Азербайджане, в высших учебных заведениях, на русском отделении обучаются более 15 тысяч студентов. И интерес к обучению на русском языке растет. Также в нашей стране действуют филиалы МГУ и Медицинской академии имени Сеченова, и мы рассчитываем наращивать потенциал сотрудничества. Также в этом году мы планируем восстановить регулярное проведение Бакинского гуманитарного форума, которое было прервано из-за пандемии, который проводился и будет проводиться и дальше под патронатом президентов России и Азербайджана. Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобожденных территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний, и мы пристально их рассматриваем. Считаю, что эта сфера, эта новая сфера нашего сотрудничества, будет и полезна с практической точки зрения, а также будет укреплять уровень нашего взаимодействия. И, конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию. Считаю, что для такого многолетнего противостояния около 30 лет и таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по прошествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в двух, как минимум, международных форматах, а именно рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа 3 плюс 3, куда входит Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, это уже показатель наших намерений. И, конечно же, мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 9-10 ноября 2020 года касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, в этом направлении работа идет очень медленно. Как я уже отметил, президент Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны, о переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. И сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска путей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитаций и прочих вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой. Новые реалии в регионе, я уверен, принесут новые возможности. Азербайджан настроен на мирное будущее. Нам не нужна война. Она нам не нужна была никогда. Тогда освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем была вынужденная мера. И наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политически и методами еще одно подтверждение наших намерений. Я уверен, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут дальше вносить существенный, я бы сказал, решающий вклад в дело укрепления мира на Кавказе, дело укрепления сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии. Еще раз, уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за приглашение, за гостеприимство. И хотел бы воспользоваться возможностью пожелать дружественному, союзническому народу России новых успехов и новых достижений. Спасибо.